Волгоградская область 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 Для того, чтобы это произошло, нам нужно вот туда, в эту точку отсчета обернуться в 18-й год. Нам надо все это выплакать, проплакать, понять, что же тогда произошло в Ипатийском доме. А произошло уничтожение России. Убивали не просто царя, убивали Россию, уничтожали Россию вместе с царем, который есть помазанник Божий. И есть представитель перед Богом за народ свой, и он был первый священник Русской Церкви, защитник православного мира. То есть убивали царя враги России, враги православия, враги Христа. Вот это надо понять. И мне жаль тех людей, которые сегодня продолжают играть интернационал. Это по-прежнему обманутые люди, обманутые русские люди. Я их принимаю, я их понимаю, как они были и чем, потому что это наши отцы и деды. Мы это все понимаем, но надо идти вперед. Надо идти к правде, к истине. И надо понимать, почему наш царь российской державы, руководитель страны, был принесен в жертву, был зверски умучен, убиен с огромным количеством крови. Надо понимать, почему это было сделано. И вот сто лет, начиная с 2018 года, мы терпим вот такие бедные войны и социальные эксперименты. По прогнозам такого журнала National Geography, который приезжал в Россию в 2013 году, нас должно быть к концу XX века 600 миллионов человек, просто русских людей, населявших эту территорию. Сейчас нас по официальной статистике 130 миллионов, по неофициальной на самом деле сильно меньше. Ну а если, конечно, разбирать, если говорить о выживании русского народа, то это вообще будут, конечно, очень ужасные цифры на самом деле. Поэтому не случайно церковь своим сердечным таким знанием прославила царя в 2000 году, а 2000 год — это начало новостолетия. Как бы тем самым указав путь через молитвы какому святому, какой семье мученической мы должны возрождаться и как государство, и как народ, и как семья. Да, потому что без семьи не будет ни государства, ни народа. И вот это очень важно. Поэтому, конечно, вот, казалось бы, станица Арчидинская, глубинка России, это даже не город, это станица. Но как важно, что здесь произошло, потому что из глубины народа, я уверена, пойдет этот импульс к возрождению и к пониманию, куда надо двигаться дальше через царя-мученика, через глубинку произойдет это покаянное чувство. И царь по-прежнему, он остается государем российской державы, и сегодня он пришел к простым людям, в простую станицу, в Волгоградскую губернию, на берег Дона. Он пришел к казакам, он пришел к людям, работающим на земле, которые очень любят Россию, потому что люди, которые не любят Россию, они не могли бы поставить бюст царю. Вот бюст царю, он символ любви к России, любви и символ тех людей, которые хотят, чтобы наша матушка Русь возродилась, как святая Русь, как святая, как Русь Христова, чтобы наш народ процветал, как носитель этой христианской идеи. Потому что именно за это погибла царская семья, она приняла страшную мученическую кончину. Все до конца, мы не знаем. Вот сегодня 17 июля, сегодня пошел дождь, как бы небо плакало. Вот мы сюда ехали инициативной группой, мне сказали, жара плюс 40, я не взяла теплых вещей. Приезжаем дождь. Вот мы до сих пор убеждаемся, что стихиями владеет Господь Бог. Пошел дождь, небо плакало, потому что сегодня день русской скорби, день уничтожения не просто царской семьи, день уничтожения России. Но это и день русской Пасхи. Через царя наступит русская Пасха, через царя наступит возрождение России. Мы прославили царя в 2000 году. Смотрите, сколько времени понадобилось, чтобы разговор пошел открыто. Разговор пошел открыто о ритуальном убийстве, о котором заявляет следственная комиссия, которая исследует. Разговор пошел открыто о том, что были еще параллельные захоронения для того, чтобы ввести потом людей, которые будут нас сегодняшних ввести в заблуждение. Сегодня открыто уже начинается разговор о том, что же все-таки произошло в Ипатийском доме. Потому что и следователи Соколов, и Детерикс, и другие свидетели считают, что там произошло ритуальное убийство. И наконец-то, вот весной этого года, по телеканалу «Спас» было произнесено во время прямой трансляции из Срединского монастыря, вот это словосочетание «ритуальное убийство». Надо понимать, что было совершено ритуальное убийство. То есть это не просто убийство политическое, это убийство цивилизационное, это убийство духовное. То есть некая антицивилизация восстала на нашу цивилизацию, восстала на наш русский мир. Об этом надо говорить, нам это надо понять. И мы должны понять, что остатки русского мира мы должны сначала защитить, а потом его приумножить. Мы должны вернуть себе свою землю, свою церковь, свою веру. И всё это должно произойти через царя, который, безусловно, сначала был устранён, потом он был убит, потом он был оклеветом. И вот последние даже конвульсии этой клеветы мы наблюдали. Но нет, Господь, по ругаем, не бывает, нет власти выше Бога. И Господь, Он просто ждёт для своего торжества, Он ждёт наших сердец. И как только наши сердца будут готовы через царя, мученика наступит торжество Святой Руси.